Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории». Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Егор Яковлев. Приветствую вас на своем канале «Цифровая история». А в гостях у меня снова Владимир Николаевич Примицын. Владимир Николаевич. Здравия желаю. Доктор исторических наук. И мы продолжаем наш разговор про Афганистан. В первой программе цикла, которая, кстати, очень понравилась нашим зрителям, мы поговорили о развитии отношений сначала Российской империи, потом Советской России с Афганистаном в 20 веке. Ну, а сегодня тема нашей беседы – «Как СССР прорубил окно в Азию». И это не фигура речи, это история создания дороги через гендукуш. Казалось бы, какой-то такой маленький эпизод, и почему бы вдруг посвящать ему целый выпуск, но вы сейчас поймете, уважаемые зрители цифровой истории, что это был настоящий подвиг. Это был технический и такой конструкторский вызов, который наши советские специалисты приняли и успешно реализовали. Но хочу предупредить об особенности нашего сегодняшнего разговора. Сегодня будет очень много цитат и очень много фотографий. Это неплохо. И по моей такой авторской задумке, я хочу этим ввести наших зрителей в такой транс, погрузить их в атмосферу этих времен, а этому будет способствовать и фотографии, и цитаты, потому что все-таки они несут и дух времени в себе, да, эти цитаты. Поэтому много сегодня будем давать слова непосредственным участникам событий. Ну, и тут надо пояснить, что все, о чем мы будем говорить сегодня, имеет отношение к последующим событиям, то есть это сыграет свою роль во время войны в Афганистане. Ну, безусловно, ни одной лишней ноты в нашей музыке не звучит, все работает на конечный итог. Познакомить аудиторию цифровой истории с предысторией, с ходом, с последствиями вооруженного конфликта в Афганистане 79-89 годов. Ну, а он, там, не знаю, как пошла бы его вообще история этих событий, если бы не существовало дороги через Гиндукуш и тоннели на перевале Саланг. Поэтому давайте о нем поговорим. Давайте. Ну, давайте пару слов. Все-таки, может быть, кто-то не смотрел там первую программу. Что такое Гиндукуш? А, да. В прошлой беседе мы говорили об истории русско-афганских, советско-афганских отношений. И то и дело мы выходили вот на это загадочное слово Гиндукуш. Это горный хребет, делящий Афганистан на две части. На северную часть и на южную часть, которые традиционно были друг с другом не очень-то сильно и связаны. Именно из-за того, что такая мощная природная преграда. А вот в 50-е и 60-е годы на них выпало строительство дороги и прорубание там тоннеля. Так что Гиндукуш – это горный массив в Афганистане. И вот есть такая фраза, да, «прорубил окно в Европу». Про кого эта фраза? Про Петра Первого. О том, что он в начале 18 века прорубил такое окно. Ну, все же понимают, что это метафорическое окно. Он же в реальности не рубил никакого окна. Рубил он топором, лодки, корабли строил. Никакого окна он не рубил. Речь шла про разрушение культурных барьеров, скорее. А вот в случае с Азией туда пришлось реально прорубать. Потому что дороги туда не было. И калейдоскоп наших цитат открывает цитата британского историка Родрика Брейтвейта, который так сказал о значении дорог в Афганистане. Местность разрезают долины и ущелья, которые под силу преодолеть только пешим, крестьянам и пастухам, торговцам, контрабандистам, путешественникам, туристам, хиппи и партизанам со своими караванами оружия. Дороги здесь роскошь. До 20 века в стране практически не было транспортных путей. Лишь тропы, пригодные для пешеходов и вьючных животных. Но не колесного транспорта. Вот такая ситуация была в Афганистане. И давайте посмотрим на первый слайд. На нем мы видим советских лидеров Хрущева и Булганина, которые так подружески окружили анганского короля Захиршаха. И он им что-то на пальцах вот так буквально объясняет. Я уверен, что он объясняет следующее. Ребята, давайте дружить. Только как вы к нам проедете? Я заметил, вот в ваших презентациях, в обеих, в прошлой презентации была фотография с участием Захиршаха и советских лидеров. И в этой Захиршах почему-то постоянно обращается именно к Булганину, но не Крущеву. От Крущева отворачивается. Это, да, какой-то заговор, наверное. Не знаю почему. Может быть фотографы так подлавливали. Может быть я интуитивно так подобрал такие фотографии. Наверное, да. А вот на фото справа вы видите советского какого-то инженерного работника, строителя и афганского его коллегу. И символом советско-афганской дружбы выступает что? Посмотрите на фоне солнца. Ударные стройки. Так вот, вслед за этим судьбоносным визитом в 1955 году в Афганистан, в Афганистан хлынули наши специалисты, наша советская техника, наши тоннели-проходчики. И в главтоннель метростроя были специально разработаны оборудования с учетом афганских реалий. И наиболее амбициозной задачей, которая стала перед нашими специалистами, стала смычка двух дорог. Одни подошли к Афганистану с юга, к Гиндокушу, другие с севера, и нужно было положить 100 километров на самом сложном участке. Вот это и было то самое метафорическое, точнее, настоящее физическое окно, которое нужно было в Азию прорубить. С чего все началось? А в 1958 году в городе Джебаль-Уссарадж был создан жилой городок советских специалистов и открыта контора по строительству дороги. И в популярном советском научном издании «За рулем», знаете, да такое? Ну, конечно. Вы знаете, я все детство читал журнал «За рулем». Вот почему-то мне казалось, что это просто журнал, а это был журнал оборонного такого общества. И в этом журнале, который читали миллионы советских граждан, значение дороги через Гиндокуш и через Саланг объяснялось так. Итак, что же такое Саланг? В стране, где нет железных дорог, где автомобиль да верблюд привозят людям все, от швейной иглы до современных станков, где столица связана с нашей страной одной единственной автотрассой Кабул-Термес, в такой стране значение этой дороги не просто велико, она для республики дорога жизни. Надо напомнить нашим зрителям, что в 50-е годы Афганистан умело играл на противоречиях между США и Советским Союзом, которые боролись за его расположение. И приближенные афганского короля шутили так. Афганский король хотел бы курить американские сигареты, прикуривая их советскими спичками. И вот в этой емкой фразе действительно заключена правда жизни. Дорогу с юга строили американцы, а с севера строили советы. Но оставалось самое сложное – сомкнуть эти два участка, провожив самую высокогорную дорогу в мире протяженностью 100 километров. Через Саланг. Через Саланг. Нет, там были и другие пути, но они были гораздо сложнее. И к кому только афганцы не обращались с просьбой сделать это. К американцам, французам, англичанам, немцам, к туркам. Они приезжали, проводили реконструктивные работы и отказывались, говоря, что это невозможно, ни за какие деньги. Не говоря уж о том, что их услуги традиционно очень дорого стоили. Они просто отказывались брать за технической невозможностью. И тогда Захир Шах обратился к Советскому Союзу, для которого ничего невозможного нет. До сих пор. До сих пор. Поэтому в 1960 году в Афганистан была направлена группа специалистов московского метростроя. Это удивительно, друзья, кто живет в Москве или бывал в Москве. Мы ездим на московской подземке. И ее строили те же самые люди, что и строили тоннель в горах Гиндукуша. Мос Метрострой. Возглавлял группу опытный тоннелепроходчик, горняк, Валентин Калистратович Федоров. И когда наша группа приехала из 14 специалистов в Афганистан, их очень хорошо там принимали. Во-первых, их приняли в Советском посольстве. Во-вторых, в Совете экономических взаимоотношений. К тому времени в этой стране уже было много наших специалистов, и число их росло. И отношение к нашим людям там было прекрасным. Я прочитал много книг и общался с этими людьми, с живыми, кто работал в Афганистане в те годы. Они вспоминали, что действительно к ним относились очень хорошо, потому что видели, что они несут с собой. Медицину, образование, инфраструктуру, созидание. И вот в книге «Играл Афганистан» Лиховского и Давитая, там такая фраза, давайте зацитируем. Работавшие в то время специалисты рассказывали, что можно было, оказавшись вдалеке от Кабула, в каком-нибудь горном массиве, остановить там автомобиль, переночевать в нем, а утром, проснувшись, увидев сидящих вокруг машины в качестве охранников двух-трех афганцев в белых шароварах и чалмах. То есть, они, чтобы, не дай бог, что-то с Шуравей не случилось, охраняли. А с этим мнением согласен Михаил Алексеевич Коноровский, человек дружбы, с которым я очень горжусь. Он был послом России в Кабуле. А когда-то начинал свою деятельность простым переводчиком при группе советских специалистов в Афганистане на строительстве газопровода. Конечно, он не строил саланг, но он работал... А вы с Коноровским лично общались? Да. Этот человек после завершения дипломатической карьеры стал историком, написал книги о советско-афганских отношениях «Прекрасные». И оттуда я черпаю его мудрость и цитаты для слушателей цифровой истории. Давайте одну из них зачитаем. «Афганцы воспринимали граждан СССР прекрасно. Они относились к нам с симпатией и большим уважением, потому что видели, чем мы занимаемся, понимали, что мы помогаем их стране. Думаю, в советских гражданах их привлекала также простота в общении, которая не наблюдалась у работавших в Афганистане западных специалистов», говорит нам Михаил Алексеевич Коноровский, начинавший на этих стойках, а потом бывший там послом в Кабуле, а сейчас занимающийся историей всех этих дел. И общались, и общаемся с ним лично, состоим в деловом общении. Замечательно. Может быть, вот тоже пригласить этого замечательного человека к нам на фестиваль, например. Я думаю, что с готовностью откликнется, потому что чувствует свою ответственность за это дело. И несёт разумное, доброе, вечное. Да, у нас есть в планах сделать фестиваль, посвящённый истории дипломатии. Вот прекрасный кандидат для выступления на таком мероприятии. Закинем удочку. Давайте. Необходимо, знаете, что сделать такую ремарку, на чём основываются мои познания, которыми я сейчас с вами делюсь. Парадоксально, но самым главным колодцем, откуда я черпал информацию о строительстве тоннеля на перевале Саланг, стала газета «Метростроевец». Это ведомственная газета «Мосметростроя». Но в ней оказались на удивление содержательные статьи, которых больше нет нигде. Это, во-первых, интервью с участниками событий, а во-вторых, прямо опубликованы дневниковые записи тех, кто строил тоннель. И я очень много в своей исторической и научной деятельности общаюсь с воинами, интернационалистами, с ветеранами, вот с непосредственными участниками. И, к моему великому сожалению, на момент, когда я начал копать эту тему, я не застал уже ни одного из тех людей, а их было не очень много, на самом деле. Стройка длилась 4 года, и наших специалистов было, ну, там, несколько десятков. И я просто не смог найти ни одного живого человека. Но благодаря журналу газете «Метростроевец» мы сегодня можем цитировать и приводить фотографии людей, и цитировать их воспоминания. Давайте покажем нашим зрителям слайд номер 3, на котором продемонстрируем вертикальный профиль дороги через Гиндукуш. Посмотрите, какие перепады высот. Пули Хумри 730 метров, Паджа 1700 метров, и тоннель на перевале Саланг почти 4000 метров. А вот на этих врезочках, посмотрите, Егор, какой профиль дороги. Это серпантины, очень крутые серпантины. И все это построили наши советские строители. Вот так вот все начиналось, когда дорога только подводилась. Приходилось у Седого Гиндукуша, как его называли образно, отвоевывать вот такие вот метры, метры за метром отвоевывать места для того, чтобы положить дорогу. Для ускорения процесса, который обещал и так растянуться на очень-очень долгое время, решили строить тоннель с двух сторон. И вход в скалу с юга получил название Южный портал, а с севера Северный портал. И началу предшествовала очень большая подготовка. Я вот проанализировал весь комплекс, что было сделано, и выделил в нем четыре самых главных основных направления. Во-первых, была изучена геология местности. Если строили мост метростроевцы, то эту работу поручили Тбилисскому метрострою. И они допустили ряд просчетов, который потом аукнулся уже при постройке. Но в частности, ось тоннеля была проложена в породе разной степени плотности. И когда тоннель только проектировался, хотели сделать его без опалубки, без подкрепления. То есть, вот в скале проложить штольню, не делая опалубку бетонную. Выяснилось, что это невозможно, потому что с северного портала входили прямо в монолит, а с южного портала в сильно трещиноватую породу. И без опалубки было невозможно. Опасно. Опасно, потому что это могло обрушиваться. А опалубка при проекте не была вообще заложена. Поэтому на ходу пришлось импровизировать, делать такие щиты для этой опалубки, бороться с недовзрывами, с заколами порой, так называемыми. Но важное достижение, нужно отдать должное тбилисскому метрострою. Вот представьте, будешь делать слишком высоко тоннель, придется везти к нему очень сложно дороги на большую высоту. Но протяженность его будет маленькая. Будешь делать слишком низко тоннель, это же проще, да? Но протяженность будет большая. Самой штольни. И они выбрали идеальный вариант, идеальное соотношение, на какой высоте это более-менее было комфортно и реально сделать. И при этом, чтобы тоннель был не 10-километровый, а все-таки в пределах там 3-х километров. Поэтому вот главная их заслуга, что они нашли идеальный баланс высоты и протяженности самого тоннеля. При таком раскладе строительство было максимально быстрым и относительно дешевым, чем если бы тоннели проложили ниже. Во-вторых, в районе Северного портала перед началом стройки нужно было создать инфраструктуру. Там разместили поселок тоннелей проходчиков в населенном пункте Душах. И кроме поселка там были еще и какие-то производственные территории. И вот сейчас мы дадим слово одному из пионеров стройки, Владимиру Соловьеву. Он расскажет, где они жили, ее строительство. В поселке находился штаб стройки. Все прибывающие специалисты приезжали именно сюда. Прекрасное место. Здесь протекала горная бурная река, где водилось много форели. Стояли уютные домики, кирпичные кладки. Работала столовая. А вот в районе Южного портала, а по сути это были два разных объекта стройки. Там быт был гораздо скромнее. Там в поселке Автонур были построены палатки и бамовские бочки такие легендарные, где жили по 4 человека. То есть быт был лучше у строителей на Северном портале. В-третьих, между намеченными местами входа в скалу с севера и юга нужно было проложить техническую дорогу. Стройки-то были две, но они должны были сообщаться, чтобы материалы поставлять там. И дорогу это назвали пионерка. И если тоннель проходил на высоте 3800 с лишним метров, то пионерка поднималась на 4000 метров. Через нее доставлялась аппаратура между объектами стройки. И нужно было строить ее как можно быстрее, потому что король Афганистана, Захершах, он анонсировал приезд. Хотел побывать на обоих объектах. Поэтому как и тоннель строился с двух сторон, так и пионерку прокладывали с двух сторон к приезду короля Захершаха. Тут нужно сказать о таком аспекте. Вы же знаете, Егор, что люди строят дороги не по наитию, у них есть строительные нормы и правила, где заложены какие должны быть радиусы поворотов. Я хорошо знаю, мой дед был дорожно-строителем, он, когда я был ребенком, забирал меня на строительство дорог, я все детство дышал горячим асфальтом. Хорошо знаю этот запах. Тогда вы должны понимать, с чем столкнулись наши строители дорог, когда никакие из этих норм и правил оказались невозможны к реализации. Если ты будешь делать радиус поворота такой, как допускается в Советском Союзе, ты не уложишься в этот серпантин. Если ты будешь делать угол наклона дороги такой, как допускается в Союзе, ты не сможешь сделать так. Поэтому с нарушением всего и вся приходилось прокладывать эту пионерку, потому что наши советские допуска, они там просто не работали. С учетом их нельзя было построить эту дорогу. И четвертый важнейший аспект, была создана локальная геодезическая сеть. Надо понимать, что любой стройке предшествует развитию геодезической сети, там ее не было вообще в принципе. Поэтому на высоте 3000 метров были заложены и определены с высокой точностью геодезические знаки, от которых вверх потянули полигонометрические ходы. Но тут тоже оказалось очень сложно. Вы же наверняка видели, часто в городе можно увидеть, один человек стоит с теодоритом, а через 100 метров стоит человек с рейкой. Так вот здесь настолько были горные условия, что человек с рейкой стоял не через 100 метров, а гораздо ближе. Вот это очень затрудняло. И почему было важно все это рассчитать? Уважаемые наши зрители, вдумайтесь на секунду. Одни люди идут с одной стороны горы, другие с другой. Они же должны встретиться, а для этого нужно взаимовывязать с высочайшей точностью точки входа. Только тогда они могут идти и встретиться. Иначе они разминутся, и это будет катастрофа. Вот так вот у нас пленные шведы разминулись. Знаете, да, эту историю? Поделитесь. Невский проспект. Невский проспект строился с двух сторон. Пленными шведами. Со стороны, соответственно, Адмиралтейства и со стороны Александра Невской лавры. И вот они разминулись. И поэтому в районе площади Восстания Невский проспект делает изгиб. И та часть, которая от площади Восстания до Александра Невской лавры, называется Старо-Невским. Неофициально. Это потому, что не сошлись как раз. Видимо, они манкировали таким важным эпизодом, как создание локальной геодрической сети. А вот наши метрострефцы, изучив их горький опыт, они провели такие работы. И знаете, о чём они вспоминали потом в своих мемуарах, что работая по развитию этой сети, они находили множество реперных знаков и отметок. Это такие вбитые костыли в скалу французских, немецких, американских, английских геодезистов, которые вели эти исследования прежде чем отказаться. Но не смогли. Не смогли, но да. Следы их пребывания там остались. И давайте я вам покажу на слайде 5, какую вообще мощную инфраструктуру наши создали на Саланге для того, перед тем, как вообще строить. Это были и посёлки, и штабы руководства, и склады материальных средств, две метеостанции, штабы отрядов афганской трудовой армии, и дорога пионерка. Поэтому, то есть, даже подготовка была очень-очень большой и серьёзной. И вот именно на этом этапе, когда пионерка была проложена, а тоннель ещё только строился, там побывал Михаил Филантьевич Слинкин. Я, наверное, часто буду цитировать этого человека, потому что это ведущий наш востоковед, оставивший очень большое наследие. И я все его книги прочёл с карандашом в руках, с закладками. И вот такая цитата о том, как он лично был на Саланге, работая среди наших сотрудников-переводчиков. К моменту нашего приезда тоннель над Гиндукушем ещё не был пробит под Гиндукушем. Однако уже была введена в действие вспомогательная дорога от Джебали-Сараджа через перевал Саланг до пункта Дошах. По ней мы довольно легко передали перевал Саланг, лежащий на власти 3800 метров на уровне моря. И оказались в межгорной долине Даши на северной стороне Гиндукуша. Нужно отметить, что иностранные специалисты из США, Германии, Чехословакии, они обходились Афганистану очень дорого. Во-первых, они требовали создания комфортабельных условий, чего невозможно было в Афганистане. Вот люди говорят, мы готовы, только вот наш райдер, должен быть бассейн, теннисный корт, там цветы в номер, там ещё, ну я утрирую, конечно. То есть очень высокие запросы. И их заработок составлял 40 тысяч Афганей в месяц. Давайте пока подвесим эту цифру в воздухе, ни с чем ее не соотнесём, потому что позже я расскажу, какую зарплату получали наши. Так вот, даже можно было, американские специалисты привозили с собой свои семьи, чтобы жить в комфорте, с женами, с детьми. А кто не привозил, те могли купить себе жену. Организация жизни в Афганистане была такой, что можно было организовать себе покупку живого человека. И это не было теневым бизнесом, не было работорговлей. И какой-то афганец, он мог посчитать за честь, что за его дочка пятая выйдет замуж за американского инженера. А он за это ему платил деньги, которых хватало ему там. Как говорил Иван Данько в известном фильме, капитализм. Капитализм. Помноженный на афганские представления о прекрасном. Потому что в США тоже капитализм. Там себе, да тоже, наверное, можно купить жену. Там только неофициально. Называется это по-другому. Это да. А вот наши люди... И у нас теперь можно. Да. А наши люди... Но мы не приветствуем это. Наши люди в булочную на такси не ездили, жили гораздо скромнее. И они сами ездили на автобусе, который им был выделен в город за продуктами. Посещали Кабул. Но в целом условия, конечно, у нас были тяжёлые у наших работников. И вот Михаил Алексеевич Коноровский воспоминает о том, что всё-таки для советского инженера или техника командировка в Афганистан была желанной. Почему? Давайте процитируем. В Афганистане трудились люди со всего Союза, в том числе и специалисты из Центрально-Азиатских республик СССР. Условия жизни и быта были тяжёлыми. Дело в том, что у афганцев не было представления о современном жилье, в нашем понимании. Они не знали, где нас размещать, не могли обеспечить каких-то комфортных условий. Водопровод, канализация приходилось создавать соответствующую инфраструктуру самим. Для специалистов строились жилья и городки европейского типа с двух-трёхэтажными домами. Но это было возможно лишь в крупных городах, таких как Шиберган или Мазари-Шариф. А в некоторых местах проведения работ инженеры жили в вагончиках. Кроме того, в Афганистане не было привычных для нас продуктов, таких как крупа, сливочное масло, консервы. Поэтому продовольствие на стройке централизованно поставлялось из СССР. Тем не менее, работа в соседней стране для многих была привлекательна, ведь там можно было хорошо заработать. Зарплату специалистам платила советская страна в местной валюте. Можно было накопить на автомобиль. Лично я за время работы приобрел некоторую одежду, привез родным сувениры, купил мебельный гарнитур для своей комнаты в коммунальной квартире. Работы, как я сказал, уже одновременно велись с двух сторон буро-взрывным способом. Но была разница. Если на северном портале, где был монолит, сразу проходили весь тоннель, то на южном портале, где были трещиноватые породы, делалась штольня, и она потом расширялась в стороны. А сечение портала и тоннеля составляла 71 метр квадратный. Вот, Егор, я живу в квартире площадью 45 квадратных метров. Это для того, чтобы соотнести, что такое 71 метр. То есть, это площадь трешки в хрущевской квартире. Вот такое было сечение тоннеля. И, значит, была придумана такая бурильная рама, которая двигалась вдоль тоннеля, и в ней были устроены 12 буровых установок в два яруса. И на них компрессорами подавался воздух. И вот она шла, и 12 бурилок вот так вот, так вот бурили, бурили, бурили. И при проектировании была заложена фантастическая скорость 95 погонных метров в месяц. Но, я говорю, что при проектировании не предполагалось делать опалубку, поэтому в реальности скорость была настоящая не 95, а 90 метров в месяц, что тоже являлось мировым рекордом на тот момент. Не только сложные геологические, но и сложные погодные условия очень осложняли, затрудняли работу наших специалистов. Ну, людей сдувало с ног ветром, их засыпало снегопадами, на них сходили лавины, их стрясло от землетрясений, на них воздействовала солнечная радиация, им становилось нехорошо от разреженности воздуха. Бывали случаи, когда люди приезжали в Афганистан работать на Саланг и в скорости уезжали оттуда по состоянию здоровья. Бывало такое, что люди, отработав там двухгодичную командировку, уезжали и уже после этого... А в связи с этим сразу вопрос. А медицинское обслуживание, как было налажено на стройке? Честно говоря, простой вопрос ставит в тупик. Мне не встречалось нигде упоминаний о медицинском обслуживании, но всегда среди наших специалистов, которые где-то работали, вот так вот, конечно же, как-то оно было представлено. Интересно, это просто там аптечка или, условно говоря, на каждом участке был врач, в каком количестве, сколько врачей было? Я думаю, что никого там не было, потому что наших специалистов было не так много, это были не 2000, не 200 человек. Вы сейчас поймете, почему. Наших специалистов было там 20-30, очень немного, поэтому не думаю, что среди них был еще и врач. Вероятно, в этом вопросе решили опереться на возможности местных, а о том, какие были возможности местных, мы сейчас к этому дойдем. Так вот, 13 сентября 1962 года случилось землетрясение, и люди вспоминали потом в своих воспоминаниях, что их вагончики очень сильно трясло, они очень испугались, хотя длилось оно не очень долго. А вот 15 февраля 1963 года на район строительных объектов сошло 11 лавин, и в распоряжении строителей были бульдозеры, и они пытались пробиться, и невероятными усилиями они расчистили только две из этих лавин, но еще девять остались не расчищенными, и буквально нависла угроза голода, потому что не могли к ним поставить продукты, даже пришлось там подключать армию, чтобы расчистить и пробиться к этим объектам. давайте покажем вот такую фотографию, на которой Владимир Волков, он стоит на фоне входа в тоннель, который только строится. Ну, видите, в чем он одет, да, это кирзовые сапоги, такой ватник, какой-то берет у него, а справа семьи, то есть некоторые из советских метростроительцев, высокопоставленных, они привезли с собой семьи, жен, ну, судя по фону, на котором они находятся, не каждая жена согласилась бы поехать в такую дыру, справа стоят афганские военнослужащие. А вот почему наших людей там было мало на такую-то стройку, потому что формально советские инженеры и техники являлись лишь консультантами и должны были всего лишь обучать афганцев, которые должны были сами строить, и для этого были использованы военнослужащие трудовой армии Афганистана. Она была создана в 50-х годах с целью обеспечения значит дешевой, даже бесплатной рабочей силой ударных строек, комплектовалась она за счет призывников и использовалась на крупнейших промышленных этих объектах, состав ее был непостоянным, а варьировался в зависимости от потребностей. Вот нужно построить туннель на перевале Саланг, поэтому создали два полка трудовой армии. Один полк работал на одном портале, другой на другом портале. У них было оружие, все военнослужащие были этническими таджиками, узбеками, ну кто населяет с севера Афганистана, а вот офицеры там были пуштуны, очень образованные люди, имевшие до этого опыт работы с американцами, с англичанами, учившиеся в Европе многие из них были. Кадровые офицеры закон... А вот, кстати, извините, перебью, а существовала уже практика приглашения афганской молодёжи в Советский Союз для получения образования, в том числе инженерно-технического? Значит, мы сейчас с вами говорим о событиях рубежа 50-х, 60-х годов, о начале 60-х годов, такая практика уже существовала, потому что всё это началось со второй половины 50-х годов, когда мы начали очень интенсивно дружить с афганцами и их обучать, но в частности вот по моей специальности, по метеорологической, мы создали гидрометцентры Афганистана, создали метеостанции и в нашем Ленинградском гидромет-университете учились афганцы на эту специальность. Также и врачи, также их милиционеры заканчивали нашу ростовскую школу милиции, также их и технари. Я не уверен, что вот к этому времени уже прошёл полный цикл, чтобы они все выучились, встали на крыло и вернулись, и работали там. И это ещё было всё-таки не такие масштабы, не десятками, не сотнями тогда ещё. Поэтому организация была такая, что два полка трудовой армии и наши советники-инструктора. Нужно сказать, что работать в таком режиме было очень сложно. Люди, эти солдаты, были не образованными, и офицеры их нещадно избивали. и наши советские специалисты даже обращались к руководству тудовой армии с просьбой, что мы приехали сюда строить тоннель, пожалуйста, избавьте нас от того, чтобы мы видели сцены воспитания. У нас в советском суде так не было принято, а у них вот так было принято. Солдаты были совершенно не замотивированы, ну, никаким образом. Человека изъяли из его семьи, ну, хорошо, когда, допустим, изъяли, чтобы выполнить святой конституционный долг по защите Родины, но его изъяли для того, чтобы его там били и стреляли штробить скалу. Поэтому мотивированные были слабо, а вот здесь я сейчас отсылаю нас с вами, Егор, к нашему прошлому разговору. Выяснилось, что многие из этих солдат, они прямые потомки босмачей, босмачей, и они не симпатизировали вот этим советским инженерам и строителям, которые приехали в их страну, потому что, допустим, их дедушка погиб от рук советских людей, или там бабушка пострадала, или в семье передается легенда, что кто-то пострадал. В общем, это были... Встречный вопрос тогда. Были ли случаи саботажа? Значит, случаев саботажа не было, потому что это все-таки военная организация, и Афганистан был очень заинтересован. Это нужно было в первую очередь им. Лично король наблюдал за ходом этой стройки. Нет, ну это понятно, я имею в виду, вот эти босмачи могли бы совершить какой-то акт саботажа, быть за это наказаны своими же офицерами или чиновниками, но тем не менее, вот на почве семейной ненависти к Советскому Союзу могли бы быть совершены, например, какие-то диверсии по отношению конкретно к инженерам-специалистам, приехавшим из Советского Союза. Нет, о таких случаях мне неизвестно, но давайте в общем спросим о том, что об этом думают сами строители, потому что они вспоминали о том, что на деле они должны были только руководить, но на практике все самые опасные и сложные работы, ты можешь поручить это солдату, который вот так клюет носом и засыпает, но тебе сломает твою бурилку и это станет твоей проблемой, поэтому лучше самому заниматься работой с высокотехнологическим оборудованием и вот Владимир Волков с апреля 62-го по марс 63-го года работал, он вспоминал так, специалисты из СССР считались консультантами, но на самом деле они были поводырями, наши люди работали в забое вместе с афганскими строителями, лично обучали их проходческому ремеслу. Афганцы в основном это были потомки выходцев из Узбекистана и Таджикистана, бежавших сюда в годы в Советской Власти нехотя осваивали приемы горного дела. Труд наш был очень нелегок и все же другой рабочей силы в воспоряжении их не было, поэтому пришлось существующие эти людские ресурсы разбить на три бригады брыльщики, бетонщики и откатщики. И тут выяснилась еще одна пренеприятная деталь. Как по команде в одно и то же время они бросали работу и устраивали молитву. И причем остается чуть-чуть три сантиметра, три миллиметра пробурить, вся работа прекращалась, люди уходили молиться, а после этого молебна их нужно было заново с большим трудом собирать и приобщать снова к телу. То есть в суточном цикле несколько раз все прерывалось, прекращалось, а потом с трудом снова возобновлялось. и еще очень большие хлопоты строителям доставляли недовзрывы. Я уже говорил, что работали буро-взрывным способом и вот после взрывов оставлялись заколы породы. Когда вот тоннель готов, но с потолка свисает глыба весом несколько сот килограмм. И она не позволяла продвигать опалубку дальше. До тех пор, пока из краев тоннеля торчат эти зубья, невозможно двигать дальше опалубку. И получалось, что порой до 650 метров протяженности тоннеля были без опалубки и над людьми давлели вот эти вот недовзрывы. Это было очень опасно. Поэтому в забое был создан воздуховод, который вытягивал воздух диаметром 600 миллиметров. Он шел вдоль потолка. И люди старались ходить под ним, чтобы на голову ничего не упало. Давайте вам, уважаемые коллеги, покажем этот воздуховод. Вот на фото справа видите тоннель в перестройке. А вот воздуховод идет. И люди старались... Ну, здесь уже опалубка сделана, видите, бетонная. Люди старались ходить под ним, чтобы ничего на голову не прилетело. А вот слева на фотографии военнослужащие трудовой армии работают. Но обратите внимание, техника вся советская, инженеры советские, мозги советские, а рабочие руки афганские. И еще была создана специальная группа из наиболее опытных туннеля проходчиков, которая следила за этими заколами и пыталась их ликвидировать. Они откалывали их ломами, а то, что не поддавалось лому, нужно было повторно взрывать. Но как ты будешь взрывать вот здесь что-то, когда впереди ведутся работы, туда протянуты тросы с электричеством, туда протянуты шланги с воздухом высокого давления, там работают люди, нельзя взрывать. Нужно было всех выгонять, все оттуда выводить, чтобы жизнь в туннеле полностью замирала и только тогда довзрывать то, что не дозарвали. Вот это очень отягощало. Давайте снова подситируем Владимира Волкова. Моей главной обязанностью стало, подкатив первую тележку опалубки под очередную заходку отделки, выявить и подорвать остатки породы. А что значит подорвать, если впереди работающий забой, а к нему транспортные пути, связь забоя с его тылом. И по этим путям шла подача крепежного материала, откатка взорванной породы, доставка коммуникационных материалов, труб, силовых кабелей, проводов, освещения тоннеля и связи с забоем. Наконец, перемещение людей. И вот благодаря работе такой бригады гибели людей из-за падения породы удалось избежать на обоих порталах. И вообще, надо сказать, что технике безопасности при строительстве уделялось большое внимание. И все наши работники, и все военнослужащие афганской армии Советским Союзом были обеспечены, во-первых, брезентовыми такими плащами, касками, кирзовыми сапогами, рукавицами. И поэтому каких-то случаев таких особых не было, но все-таки одну утрату мы там понесли. При проведении взрывных работ погиб наш взрывотехник Николай Урдин, и он, и афганцы, которые с ним были, погибли. И король Захиршах, узнав об этой трагедии, он даже написал письмо в Советский Союз семье этого взрывотехника о том, что вот подошел соболезнование, и ваш родственник погиб, делая благородное дело. Нужно отметить, что король проявлял к этому объекту очень большой интерес. Но это вообще не удивительно, потому что в этой стране отсутствовали железнодороги, и четыре пятых всех грузоперевозок осуществлялось автомобильным транспортом, а дороги и не было. И с завершением строительства связывались очень большие надежды, потому что образовывалось и замыкалось кольцо существующее по сей день дорог по периметру общем-то Афганистана. Поэтому, как только была проложена пионерка, в числе первых проехал по ней король. И об этом посещении Владимир Соловьев вспоминает «К концу августа, как и планировалось, дорога была построена. Валентин Калистатович Федоров пришел на перевал встречать короля. Дорогу я делал в расчете на большую машину, но за хиршах приехал на маленьком джипе с открытым верхом. От южного портала он быстро поднялся к нам на перевал, вышел из машины со всеми дружелюбно поздоровался, похвалил строителей дороги. Это была моя первая встреча с королем Афганистана. Но потом я видел его еще не раз. Ну, надо сказать, что король совместил приятное с полезным. Тоннель строили на высоте 3800, а сам перевал 4000 метров. И там находится живописное озеро. И король устроил там охоту. Значит, он стрелял по уткам, после каждого выстрела он передавал ружье ассистентам. А из их рук получал вновь заряженное. И наши строители вспоминали, что король стрелял по уткам, но воздух был столь разрежен, что утки только летали над гладью и не могли подняться выше. То есть для него это было как тир. Ему подавали ружья, а он стрелял по уткам, которые не могли улететь. Самым удивительным, наверное, был день 22 октября 62-го года, который запомнился многим метростроевцам, когда король прибыл не просто, чтобы поговорить и пострелять по уткам, а когда он заходил в тоннель. Он лично интересовался технологическими аспектами, лично поднимался на эту буровую раму, и кроме того, в тоннель побывал и премьер-министр Афганистана Юсуф, и он сфотографировался на фоне сбойки. Что такое сбойка? Два тоннеля идут на следующую друг к другу, и когда остается последний полметра, это место называется сбойкой. Вот проломи ее, и ты окажешься в другой части тоннеля. Давайте покажем уважаемым нашим зрителям, как это было на слайде 6, на левой фотографии король за хершах. Посмотрите, как просто одеты наши работники, да? Они встречаются с королем другой страны, но при этом они в каких-то пиджачках, в юбках, в платочках, такая вот эстетика, в шапках-ушанках, а вот справа премьер-министр страны, и сзади него надпись сбойка. Вот через метр за спиной премьер-министра уже люди, которые все эти годы шли с другой стороны. 2 сентября 1964 года тоннель и примыкающие к нему инженерные сооружения были введены в эксплуатацию. Что такое сооружение? Там же была вентиляция, там было освещение, это все щитовые, вентиляционные, целое большое хозяйство, кроме непосредственно самого тоннеля. Из-за успешной и своевременной выполнения этой задачи большая группа метростроевцев была награждена и советскими и афганскими орденами. Их вручал представитель Совета Министров СССР Косыгин и король Афганистана. Например, главный инженер северного портала Иванников он был отмечен не одним, а двумя орденами Трудового Красного Знамени и Афганским орденом Звезда Второй Степени. За время пребывания в Афганистане советские специалисты успели познакомиться и с местным колоритом, но они же не только работали, для них устаривались двухдневные выезды в Кабул, когда они ходили в кино, они покупали там какие-то материалы, а вот теперь мы возвращаемся к Афгане. Помните, я вам называл, что американские специалисты получали 40 тысяч Афганин, могли купить себе подругу жизни. Советские туннелепроходчики получали 5600 Афганин в месяц, но и это очень хорошие деньги, потому что за 100 Афганин можно было купить костюм или сервиз, а за 300 Афганин габелин, а им платили 5600. И Владимир Соловьев вспоминает, по части одежды в Афганистане можно было купить что душе угодно. Из Кабула мы уезжали обычно с целыми сумками покупок. Каракуль, отрезы тканей из парчи и английской шерсти, свитера. Особенно хороши были нейлонные плащи с шестяной вербюжьей подкладкой. Хозяин дукана, дукан это магазин, каждого своего посетителя усаживал в кресло и приказывал мальчикам подавать товар. Они брали отрез, поливали его водой, чтобы наглядно показать, воду не пропускает. Притягивали своей красотой овощные дуканы, чего здесь только не было. Мы сразу покупали целую корзину винограда, разных сортов, гранаты, арбузы, дыни, благо был автобус, который привозил нас в город и увозил потом. Бывая в Кабуле, мы обязательно старались попасть в кино, чтобы посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Ну и еще были аспекты знакомства нас с их культурой, в частности, работает на портале афганский полк судовой армии. И тут назначают нового командира полка. И он вливается в коллектив. Каким образом? Привезли овец, их убили в тоннеле и кровью забрызгали все стены. Вот так у них было принято, чтобы хороший почин для работы. Да, я вижу запись из дневника Волкова, все это сопровождалось молитвами. Все сопровождалось молитвами. Ну, это уже, наверное, конец стройки, уже наши пообтерлись, попривыкли, а сначала, наверное, это был культурный шок. Конечно. А вот меня заинтересовало из прошлой цитаты, вот они хотели посмотреть какой-нибудь хороший фильм, какие фильмы там показывались, на каком языке, явно же не на русском. Я даже сложно представить, что они смотрели. Но, может быть, Болливуд уже был к тому времени индийский? Ну, конечно. Я думаю, что что-то из Болливуда. А вообще, Афганистан тех времен, ну, это у нас же был железный занавес, какой-то там дефицит такой, что ли. В Афганистане были совершенно рыночные отношения, туда везли аппаратуру из разных стран. То есть, они могли Голливудское что-то посмотреть? Я думаю, что смотрели они Голливудское запросто, или Болливудское, всё что угодно. Ну, конечно, это был не советский кинематограф, вряд ли. Да и, знаете, когда сидишь на горе и живёшь в вагончике, можно посмотреть что угодно. да, согласен. Давайте посмотрим на слайд 7. Вот в таких домиках жили наши рабочие, они сделаны были из того, что слепило, из того, что было, из камня. А вот такую схему я составил. Причём, что удивительно, её не существует в интернете. Вот задавшись целью там откуда-то что-то слямзить, похожая. Я просто не нашёл вот такой схемы и решил сделать её сам. Разместил на ней то, что мне было нужно, показал основные реки, основные населённые пункты, провинции, линию хребта Гиндукуша. И здесь видно, где Душах, где Автонур, где сам тоннель. И вообще, как-то можно привязаться к крупнейшим пунктам Джибалю-Сарадж, Пули-Хумри. Покидая Афганистан, советские метростроевцы, они оставили в Афганистане всю технику, которую с собой привезли. Но увезли они с собой нечто более ценное. Это бесценный опыт. Метом проб и ошибок в ходе этой стройки было внедрено 12 раз предложений, запатентованных, которые потом навсегда стали достоянием нашей науки и техники. Если учесть всё время, прошедшее с того, как была впервые озвучена идея до введения туннеля в строй, прошло 10 лет. Но сама стройка длилась 4 с лишним года. И советская пресса не скупилась на эпитеты в отношении этого объекта. Ну, конечно, нужно было гордиться этим. Всех просили, все отказались, а мы взяли и смогли. Давайте дадим слово журналу за рулём. В трудных горных и климатических условиях афганские рабочие плечом к плечу с советскими специалистами проложили путь на север страны, осуществили многовековую мечту афганского народа. Там, где прежде лишь узкой лентой вилась караванная тропа, взметнулась к облакам бетонная автострада, пробив каменную грудь хребта у перевала Саланг почти трёхкилометровым тоннелем. Новые совместные советско-афганские стройки, яркое свидетельство политики мира и дружбы, которую проводит Советский Союз. Звучит так пафосно и высокопарно, но каждое слово здесь правда. Не дать, не взять. Это действительно было так. И в этих статьях особо подчёркивалось, что мы не только построили тоннель, но мы на производстве обучили большое количество специалистов редких специальностей. Люди, которые помогали нам там, афганцы, освоили и топогеодезию, и взрывное дело, и массу таких вот специфических профессий, которых просто вообще до этого не было в принципе в Афганистане. И Владимир Соловьёв, он об этом сказал так. В горах очень трудно делать нивелировку. Надо было с отметки 3000 метров подняться на отметку перевала. К тому же от инструмента до реек очень маленькое плечо. Вместе с Иваном Ивановичем Никишиным мы занимались этим делом, а маркшейдерскими рабочими, то есть вспомогательными техническими сотрудниками были афганцы. Надо сказать, что мы неплохо их обучили и они нас не подводили. И кстати, король Захиршах по достоинству оценил нашу работу, назвав нас героями. Мы оставили себе хорошую память. Многие афганцы стали высококвалифицированными тоннельщиками только благодаря тому, что наши специалисты не скупились в передаче им опыта и знаний. А забегая существенно вперед, я хочу и гордко сказать вам про то, что некоторые люди, которые под руководством наших инструкторов бурили тоннели Саланг, знали и русский язык в итоге, и взрывное дело, они потом оказались в отрядах Ахмад Шахмасуда. И наши... Воевали против нас. Воевали против нас, понимая, кто мы такие, зная устройство тоннеля и зная, как его можно взорвать, наверное. Вот такая такая ирония. Заслуги советских специалистов были по достоинству оценены не только у нас и в Афганистане, но и на Западе. Вот американский историк Стивен Таннер, он назвал стройку тоннеля через Саланг одним из самых впечатляющих достижений советских строителей. И это строительство наносило комплексный характер, потому что создавались и дороги, и какая-то инфраструктура, и в числе прочих объектов здесь были построены две метеостанции. Почему меня это интересует? Потому что это моя профессия, я гидрометеоролог. Советский Союз построил в Афганистане 26 метеостанций. Казалось бы, они должны быть распределены по всей территории страны, чтобы равномерно охватывать. Но в пустыне что здесь метеостанция, что через 100 километров она будет фиксировать одинаковые параметры. А вот в горах аж две метеостанции находились на перевале Саланг. Только одна с одной стороны тоннеля, другая с другой. И они показывали совершенно разную погоду по обе стороны от Гиндукуша. И благодаря тому, что эти станции появились в 62-м году, стало возможным вообще провести наблюдения, которые никогда до этого не проводились на Гиндукуше. Никогда. И было установлено, что климат этих мест относится к Субальпийскому. Дорога между Кабулом и Советским Термезом имела пропускную способность от 3 до 8 тысяч автомобилей в сутки. Вот не реже слов, как это от 3 до 8 это же огромный разбег. А дело в том, что летом 8 тысяч автомобилей в сутки, а зимой только 3. Настолько сложные дорожные условия там. И введение тоннеля на перевале Саланг оно позволило Афганистану сэкономить миллионы Афганей и заработать миллионы Афганей, потому что буквально задышала их экономика. И в журнале Вокруг Света, корреспондент которого проехал по этой дороге одним из первых, были такие слова. Наконец-то перевал Саланг. 3 400 метров над уровнем моря. Из морозного облака медленно вкатываемся в длинный бесконечно длинный тоннель и въезжаем в то же облако уже по другую сторону Седловины. Кстати, эту дорогу через перевал Саланг построили советские специалисты. Долго строили, тщательно, колоссальное дело совершили. Если бы не это шоссе, то в северной провинции на машине по хорошей дороге не проехать. В лучшем случае пришлось бы делать многосоткилометровый крюк. И вот мы рассказали о том, как появился тоннель на перевале Саланг, но в дальнейшем его ждала очень интересная и разная история. Чего здесь только не происходило. Здесь это место знало и страшные трагедии. Это место знало и великие свершения. Это место знало и напряженное противостояние. И обо всем этом написано в книге в моей «Проблема номер один». Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. И нет такой ситуации, которую упустит автор книги, чтобы ее показать. В книге «Проблема номер один» описаны все аспекты перевала Саланг, начиная с времен Александра Македонского и до наших дней. И то, о чем мы сегодня поговорили, это всего лишь одна глава из нее, а вообще очень интересное и примечательное место, в котором вершились судьбы тех процессов, которые происходили в этой стране. О военных аспектах истории перевала Саланг мы поговорим в следующих программах. Но чтобы подытожить, спрошу, а что с вот этой дорогой на перевале Саланг сегодня? Значит, сегодня в Афганистане ситуация очень противоречивая и дело в том, что после ухода наших войск из Афганистана там разразилось такое война всех против всех, в ходе которой туннель был взорван. Просто отступая на север войска Альянса, они его взорвали, чтобы те, кто их преследует, не могли проникнуть в северную часть страны. И после этого долго туннель находился и без освещения, и без вентиляции, будучи взорванным. И потом российским же специалистам пришлось его восстанавливать. Сейчас он восстановлен, сейчас он функционирует, и в интернете масса фотографий. Вот видите в поисковике перевал Саланг, и вы увидите кучу фотографий, во-первых, нашего советского пребывания там, когда были советские войска, но очень много фотографий с западной техникой. Американские бронеавтомобили, французские, немецкие, английские, любых стран ходят по перевалу Саланг. То есть сейчас эта дорога есть, но все время рассматривается вопрос строительства второго туннеля рядом. И Афганистан снова обращается к разным странам, и даже есть уже проекты, но они очень-очень-очень дорогостоящие. У Афганистана таких денег у самого нет, чтобы проложить второй туннель рядом с существующим на перевале Саланг. А внешние акторы, они, то, о чем мы говорили в прошлой передаче, они требуют за это что-то, и это что-то идет в разрез с интересами тех, кто сегодня руководит в Кабуле. Поэтому после 2021 это точно не США? Это точно не США, да. Поэтому все очень сложно, но тоннель до сих пор существует, он до сих пор обеспечивает связь юга и севера страны, и надо сказать, что люди об этом там знают и помнят, потому что на одном из порталов находится памятник советскому воину Сергею Мальцину, который ценой собственной жизни спас афганских граждан, он направил свой автомобиль в скалу, чем избежал столкновения с афганским автобусом, и люди таким образом выжили. В Афганистане это помнят, и этот памятник его не разрушают, его поддерживают, его работают, и это место паломничества наших современных ветеранов-интернационалистов. В Афганистане знают, кто построил этот тоннель, и на Западе знают, кто построил этот тоннель, и мы должны знать, кто построил этот тоннель. Полностью согласен. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Вам спасибо, зовите еще. Да, ну, само собой, друзья, это завершение второй серии, но у нас ожидает третья, где мы перейдем к политическим вопросам, предварявшим собственно начало войны в Афганистане. В следующей нашей беседе мы поговорим о том, как было принято решение о вводе советских войск, и разрушим огромное количество стереотипов. Отлично, это всегда хорошо. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выходного видео из цикла, пишите комментарии, ставьте лайки, и самое главное, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok